МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не замерзнем. В школы, детские сады и больницы уже подают тепло. Обновляют сквер, дворец культуры и школу искусств. Глава города побывала на красной глинке. Полные залы, нескончаемые овации и ураган зрительских эмоций. В Самаре отгремел фестиваль «Золотая репка». Все ближе к нулю. В Самаре начинается отопительный сезон. В этом году раньше обычного. Не дожидаясь холодов и температурного минимума, который по нормативам составляет ниже 8 градусов в течение 5 дней, тепло подают в школы, детские сады и больницы. Все муниципальные, ведомственные и котельные готовы на 100%. Центральная и привокзальная уже включили насосы. Остаются проблемными только несколько частных. Но и они в ближайшие дни начнут работать. Полностью готовы к зиме и теплотрассы. Осталось только облагородить территорию после их ремонта на Ташкентской и Старозагоре, физкультурной и нововокзальной. В ближайшее время начнется поэтапное включение отопления и в многоквартирных домах. Те дома, которые мы их проговорили, где встроены есть поликлиники, где есть стационары с дневным пребыванием, больных, просьба, их в первую очередь по 16 объектов прошлого года, которые не предъявили документы в Ростехнадзор, это водные дома. Я бы хотел здесь, мы совместно работаем, и Департамент строительства, министерства, чтобы они не стали причиной невключения этих домов. Это допуск Ростехнадзора. Заиграют новыми красками. Учреждения культуры в Красноглинском районе Самары приводят в порядок. Ход работ проверила глава города Елена Лапушкина. Мэри Елчан побывала на объезде и знает подробности. Этот камень, которым теперь облицовывают монумент в сквере, Кузнецова проделал долгий путь. Добыли его в Индии, затем возили на обработку в Уфу. И вот теперь он в Самаре. Из Уфы привезли его сейчас ребята опять же. А у нас нет в Самаре подобного камня или хотя бы в России? Почему же мы из Индии все везем? Вы знаете, здесь сочетание именно черного гаврадиобаза и красного с черными вкраплениями, их не так много. Обелиску, установленному в память о погибших в годы Великой Отечественной, скоро исполнится полвека. Его установили в 1975 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. Теперь же приводят в порядок не только его, но и сквер имени Кузнецова. Укладывают новое покрытие из брусчатки, ремонтируют лестницу. И все благодаря неравнодушным жителям Красной Глинки. Они подали заявку на участие в региональном проекте «Содействие». 30 тысяч ветеран ставил и поддерживает этот проект. Очень рады со всех наших поселков. Открытие Стеллы и сквера после ремонта планируют приурочить к 7 ноября. Готовится открыть свои двери и 6-я детская школа искусств, что в микрорайоне крутые ключи. Остались приятные хлопоты. Со дня на день сюда завезут музыкальные инструменты, театральные кресла и ученические столы. Здесь же откроется и мобильная библиотека. Раньше ничего подобного в микрорайоне не было. Конечно, прежде всего просторные, светлые помещения. Те классы, которые необходимы по всем показателям, санитарным нормам. Особенно, конечно, порадуются у нас художники, потому что до этого они в таких условиях никогда не были. Проверила Гелена Лапушкина и как ремонтирует дворец культуры «Октябрь». Сейчас внутри продолжаются отделочные работы. Художники реставрируют роспись купола в фойе. Восстанавливают и уникальную внутреннюю цветовую гамму, которая была утрачена. Теперь ДК вновь будут украшать изумрудные колонны и коричневые стены. После открытия дворец культуры сможет принять до 400 человек. Полностью завершить работы должны к Новому году. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, События. Быстро и оперативно помочь самарцам и туристам города. В Самаре общественники проверили полицейские пункты экстренной помощи. По каким проблемам звонят граждане и как быстро полиция реагирует на такие звонки, знает Валерия Куценко. Через пункт экстренной связи жители обращаются не только к полицейским, но и к скорой помощи и МЧС. На красную кнопку жители жмут до тысячи раз в год. И не всегда, когда им нужна срочная помощь полиции или врачей. Вопросы задают разные. Как добраться до места или связаться с близкими, если сел телефон. В Самаре таких оперативных помощников более 90. Они установлены там, где обычно много прохожих. Площадь Куйбышева, Самара-Арена и Набережная. Аппараты работают круглосуточно. Сигнал поступает в участок сразу. Если сейчас что-то случится с аппаратом, как это вы увидите на мониторе? Если камера не будет работать, либо звука не будет? Если не будет звука, то просто отсутствие звука я пойму, что я с вами не смогу общаться. А если нет изображения, будет темная картинка, написано нет сигнала. Скажите, как по алгоритму вы должны действовать, если вдруг аппарат выходит из строя? Фиксирую время, обязательно передаю в безопасный город. Если необходимость есть, направляем в отдел полиции по местонахождению в Атоль. Для определения, что случилось с видеокамерой. У любого аппарата есть оператор. Он посредник между жителем и специальными службами. На большом мониторе специалист увиден номер аппарата. Так можно установить, где находится человек. Оператор должен спросить у позвонившего его личные данные. Были случаи, когда необходимо было найти маленького ребенка, который потерялся годика четыре. Мама была без телефона, в растерянном состоянии в таком находилась. И, конечно, мы сразу передали адрес задежурным по территориальности и направили сотрудников к маме. Ребенка нашли. Техника устанавливается на столбах и общественных остановках города. Проверяет ее ежемесячно. Сначала мы соединяемся с сотрудниками полиции, которые диспетчерами. То есть проверяем видеосигнал и звук, то есть голос. Если вдруг какие-то неисправности, то, соответственно, мы уже на программном уровне, уже заходим на самооборудование и там досконально проверяем все настройки. Экстренные кнопки были особенно актуальны во время чемпионата мира по футболу. Иностранцы часто прибегали таким образом к помощи специалистов. Сейчас аппараты тоже востребованы. Ежедневно за сутки поступает от трех до десяти сигналов. Вскоре такие устройства появятся и в спальных районах Самары. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов. События. Зарубежные и российские театры перед самарской публикой. С 23 по 30 сентября в городе будет настоящий театральный праздник – фестиваль «Волга театральная». Прямо сейчас проходит торжественное открытие. Мария Левина продолжит. В эти минуты открывается один из самых творческих фестивалей «Волга театральная». В Самаре издавна особое отношение к театру. Ведь это крупеческий город, и публика здесь более избирательна. Самый первый фестиваль прошел в городе в 2013 году. Инициатором выступили Дмитрий Азаров, Ассоциация городов Поволжья и городская администрация. В этом году на 100 зрителей представят 16 постановок. Будем смотреть, куда движется наш российский театр сегодня, потому что театр где-то живой, мы должны куда-то двигаться. Вот будем отслеживать, куда он движется на сегодня на примере «Плевоспорта». Хочешь стать телезвездой? Носи при себе паспорт. Средства массовой информации не могут показать в сюжете ребенка, даже если он стобальник или выиграл соревнования без разрешения родителей на обработку его персональных данных. Они могут быть даны как в письменном, так и в устном виде. В противном случае лица детей не могут быть показаны. Прохожие, которые высказывают свое мнение журналисту по тому или иному вопросу, также должны быть готовы предъявить паспорт. Если ребенку исполнилось 14 лет и он обзавелся документом, он может дать разрешение на съемку самостоятельно. Хорошо. Можно ваши документы посмотреть? Вы удостоверяетесь, что это он есть, что он не похожий на какого-то Иванова, допустим, общественного, видного общественного деятеля человека? Ваш журналист, либо вы сами, он удостоверяется, что это тот конкретный человек. Допустим, на камеру говорите, дайте, пожалуйста, согласие на обработку ваших персональных данных. Также вот и про несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста. Вы удостоверяете его личность, все, дальше вы находитесь в нормальной правовой ситуации. А теперь коротко о других тем огня. Сегодня утром в 9.15 в аэропорту Курумыч из-за плохого самочувствия пассажирки совершил вынужденную посадку самолет, следовавший рейсом Санкт-Петербург на Манган. Находившаяся на борту женщина почувствовала себя плохо. В Курумыче борт встречал реанимобиль и машину скорой помощи. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали женщину в одну из больниц Самар. В Самаре в пожаре сгорела пожилая женщина. Загорелась квартира жилого трехэтажного многоквартирного дома номер 51 по улице Самарской. Вызов на пульт дежурного поступил в 20.10. К месту происшествия направили силы по повышенному рангу вызова пожар номер 2. По словам очевидцев, из горящей квартиры вынесли тело 80-летней женщины без признаков жизни. Возгорание ликвидировали в 20.49. По предварительной версии, квартира была завалена мусором, он и загорелся. Алексей Гришин, занимавший пост министра строительства Самарской области при губернаторе Николая Меркушкине, занял новый пост. Теперь он в должности проректора будет заниматься общими вопросами в главном университете страны. Как сообщает федерал пресс, он уже принял участие в нескольких заседаниях. Хотя официальная информация о его назначении на сайте МГУ еще не появилась. В Самарской области Гришин занимался возведением объектов к чемпионату мира по футболу. Сразу после его увольнения из регионального министерства строительства в учреждении прошли обыски и было возбуждено несколько уголовных дел. На скамье подсудимых оказалось трое бывших подчиненных. Риналь Мизитов, экс-директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки. Светлана Моравская, бывший директор управления капитального строительства Самарской области. И Виктор Костин, экс-руководитель Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Ущерб по каждому из дел оценивается десятками и сотнями миллионов рублей. Заключенные Самарской области начали квасить капусту. В исправительной колонии номер 6 начали производство консервированных овощей. Среди них такие продукты, как маринованные томаты и квашеная капуста с уксусом. Овощи выпускают по цене ниже рыночной, чтобы обеспечить продукции и исправительные учреждения УИС Самарской области. Денежные средства на приобретение нового оборудования были выделены в рамках федеральной программы для создания рабочих мест для осужденных. Планируется, что до конца года будет поставлено 168 тонн квашеной капусты и свыше 42 тонн маринованных томатов. В Самарской области следователи отправили в суд уголовное дело в отношении маникюрши, обворовавшей своих клиентов. 36-летняя жительница Отрадного обвиняется в серии краж. Женщина занималась декоративным оформлением бровей и ресниц, а также была мастером по маникюру. Все процедуры она проводила у себя дома. Следователи считают, что дама пользовалась моментом и снимала слепки с ключей своих клиентов. Узнавала, когда женщина не бывает дома. Затем делала дубликаты и проникала в квартиры, чтобы поживиться. Женщина успела обворовать 4 квартиры. Ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. Театр, который экспериментирует, но всегда обращен к зрителю. В Самаре завершился фестиваль «Золотая репка». Неделю на сцене Самарта для жителей города играли спектакли российские и зарубежные коллективы. Реакция публики, фурор и аншлаг. О том, почему фестиваль оказался настолько успешен, наш корреспондент поговорил со зрителями и арт-критиками. Никогда не делайте выводы, пока не выслушаете все точки зрения. Эту простую мысль французские актеры из Лиона пытаются донести до самарского зрителя. Они привезли на фестиваль постановку «Хикикамори. Бегство». История о подростковом одиночестве, рассказанная самим главным героем, его матерью и отцом. Именно такой театр психологический, визуальный, экспериментальный сейчас востребован публикой, считают организаторы «Золотой репки». Критики утверждают, фестиваль прошел на отлично. Я просто видел эти переаншлаги на каждом спектакле и какие-то очень искренние аплодисменты в конце, и крики «Браво», и недежурное вставание. Вот это было здорово. Наверное, это очень важно, когда мы на самом деле смогли за одну неделю увидеть такую огромную ретроспективу и сценографии, и режиссуры. За семь дней на сцене Самарта прошли спектакли и российских, и зарубежных коллективов. После каждой постановки ее режиссеры и актеры вместе с арт-критиками обсуждали, что получилось, а что нет. Завершилась «Золотая репка» постановкой Самарта «Маугли» по произведениям Ридиярда Киплинга. Это пластический спектакль, в котором режиссеры сохранили только ключевые фразы из оригинала. Молчаливые истории о взрослении и ценности дружбы. Публика одобрила такое режиссерское решение. Спектакль завершился бурными аплодисментами. Шикарно, очень шикарно. Я здесь впервые, поэтому я все давно хотела попасть. Замечательно. На церемонии закрытия «Золотой репки» главным символом фестиваля наградили арт-критиков и всех тех, кто помог его созданию. Никита Борисов, Семен Безгинов, Василий Калдашов. События. Мимы – уличные музыканты, европейские джазмены и театры со всех уголков света. В Самаре с успехом прошел фестиваль «Пластилиновый дождь». К уличному искусству приобщились сотни самарцев и гостей города. А вместе с ними и наш корреспондент. Настоящий, не «Пластилиновый дождь» – вовсе не помеха для актеров и их благодарных зрителей. Смех, дружеская атмосфера, аплодисменты. Струковский сад на два дня захватил уличное искусство. Здесь прошел фестиваль «Пластилиновый дождь», на который собрались сотни самарцев. Организаторы говорят, они постарались сохранить в празднике все его особенности, за которые его полюбили горожане. Ну, уникальный, наверное, прежде всего тем, что он осенний, это впервые в нашей практике. Сейчас в связи с погодными условиями приходится некоторые изменения вносить в фестиваль, но, тем не менее, формат и программу мы стараемся сохранить. На фестиваль по традиции приехали театральные и цирковые коллективы из России и зарубежья. Гости говорят, самарская публика, как всегда, приняла их радушно. Сейчас мы погуляли по городу, наверное, люди, люди нам нравятся, они очень отзывчивые, они здорово смотрят и во всем участвуют. Показали свои постановки и самарские коллективы. Театр «Пластилиновый дождь» исполнил перформанс-шествие между завтра и вчера. Актеры вместе со зрителями обошли аллеи Струковского парка, периодически делая остановки, во время которых и разворачивалось действие. Фестиваль получается такой несущий добро и веселье почему-то всегда. Даже бывает, когда какие-то серьезные театральные постановки показываются, все равно они как бы так вот в общем слое не наводят грустью, но не тоску. На фестиваль приехали и музыканты с разных концов света. Играли в самых разных стилях, от рока до джаза и регги. На одной из площадок, например, выступил любимец самарской публики Алексей Психический. На открытой летней эстраде отыграла джаз-триу «Вейн» из Швейцарии. Это известный европейский коллектив, который много раз записывался и выступал с разными именитыми звездами этого жанра. Нам нравится дружеская атмосфера на этом фестивале и в целом в городе. Нам приятно быть частью такого мероприятия. И самое главное, что вот вышла та самая классная комбинация, когда есть и, ну скажем так, именитые в городе, какие-то молодые и какие-то новые приезжие. Я бы это отнесла к душе, это вот от нашей самарской души. Это вот здесь настолько просто атмосфера действительно царит такая для детей, для взрослых. Все раскрываются, улыбаются, дурачатся, фотографируются. Это очень классная вещь. Без него вообще нам нельзя. Он должен быть чаще. Никита Борисов, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Искусство исполняет мечты. 15 юных художников, победители конкурса «Во славу земли Самарской» отправились в столицу. Для них подготовили насыщенную программу на три дня. Вместе с будущими маэстро отправилась и Мария Левина. Она узнала, откуда юные дарования черпают вдохновение. Они молоды и талантливы. У каждого горят глаза, и каждый видит мир по-своему. Любовь к родной земле они отразили на полотнах. Работы оказались лучшими из почти 500 заявленных. Работы по своему профессионализму, по настроению, по манере, они действительно очень классные. Сказать, что это ученические работы, нельзя. Юные дарования отправились в самое сердце страны. Своё знакомство с Москвой они начали, как и полагается людям искусства, с центра города, поражающего своим архитектурным разнообразием. Например, знаменитый чайный дом на Мясницкой, постройки 19 века. Здание в уникальном стиле, единственное во всей Европе. Драконы, змеи, панды – все элементы привезены из Китая. Но из-за разницы в погодных условиях расплавлены и созданы вновь в России. Видеть такие произведения искусства своими глазами – это просто праздник для художников. В качестве награды студенты получили три дня с насыщенной программой в Москве. Сделать памятное фото на Воробьевых горах. Увидеть церемонию смены кремлевского караула. Не с экрана телевизора, а воочию. Посетить обзорную экскурсию по Москве. Художники не были бы собой, если бы и на Красной площади не нашли своих коллег. Это прям акварией. Да, да, да. Когда в таких масштабах ты все это смотришь вживую, и они через экран. То вдохновляют, очень сильно впечатляют. Поэтому, думаю, вдохновением мы запаслись надолго. Дальше больше. За очередной порцией вдохновения художники поднялись практически на небо. И увидели город с высоты птичьего полета. Открывается вся панорама Москвы. Полностью вся. Круговую на 360. Погода сейчас не очень хорошая. Слушай, у художника бывает плохая погода? Мне кажется, нет. Потому что у каждого свое настроение. Это завораживает и себя приподнимает. Очень сильно. Самый главный сюрприз оставался впереди. Третьяковская галерея и мастерская народного художника Зураба Церетеля. Где мечтает оказаться каждый начинающий творец. Конкурс во славу земли Самарской, который занимается поиском и поддержкой молодых талантов, будет проходить в Самаре раз в два года. Мария Левина, Николай Пифанов. События. Москва. Вместо горной речки – канал в парке Гагарина. В Самаре прошли первые гонки на каяках – маленьких одноместных лодках. За призовые места соревновались и профессионалы, и любители. В чем секрет победы на таких гонках, узнал наш корреспондент. Студент Григорий Ананев по горным речкам сплавляется с четырех лет, а в 16 он занялся грибным спортом. На этот раз решил принять участие в гонках на каяках, которые проходили в парке Гагарина. Григорий говорит, не смог упустить шанс попробовать свои силы. Он очень много развивает, именно как физически, так и духовно. Также благодаря ему у меня появилось очень много друзей. Соревнования провел клуб водного туризма Самарского университета. Там сложилась небольшая, но дружная компания каякеров, которые часто вместе выбираются на водные сплавы. Соревнования собрали около ста человек, как любителей, так и профессионалов. Правила гонки просты. Пройти сквозь ограждения быстрее остальных, спортсмены говорят. Выигрывает тот, кто лучше чувствует свою лодку и течение воды. Университету, с этой точки зрения, важно предоставить возможности для развития любых интересов нашей молодежи. Лично для меня это проверка себя, своих возможностей на воде. Философия этого вида спорта – это и любого. Я считаю, найти свое равновесие. Интересный вид спорта в плане того, что здесь как бы ты общаешься с рекой, учишься, наверное, понимать ее, изучать струи, движения воды и, используя их, получать какие-то определенные результаты. Организаторы планируют, что такие соревнования будут проходить в городе ежегодно и, возможно, в Самаре вырастут каякеры, которые будут забирать призы на российских и международных соревнованиях. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Выставка картин «Девичьи игры» снова в Самаре. Пензенский художник привез в галерею «Вавилон» новые работы и что-то из старой коллекции. Чем не перестает удивлять мастер самарских ценителей живописи, расскажет Сергей Кизоркин. Хрупкий мир юных девушек изображен на картинах Натальи Юсюзевой. Ее выставка «Девичьи игры» открылась в Самаре в пятый раз. На полотнах художника из Пензы – сказка о юности. А такой мечтает каждая девочка – средневековые роскошные платья, рыцари и драконы. Эксперты говорят, картины близки направлению неореализма, главная тема которого – побег в сказку от реальности. «Девичьи игры», потому что это такая большая тема, неисчерпаемая абсолютно для меня. И как с детства девочки играют, принцесса в одежку, в женихов, так они и дальше продолжают этим заниматься. Такие же образы у девочек, такие же романтичные, как там 18-й век, 19-й век. Красота необыкновенная. Первая выставка Натальи Юсюзевой прошла в Самаре семь лет назад. Она выставляла картины вместе с работами подруги Натальи Шепелевой. Успех вдохновил художника на развитии темы «Девичьи игры». Коллекция картин постоянно пополняется новыми работами. «Жмурки» – последний из них. Художник на самом деле удивительный, пишет сюжет. И главными героями этого сюжета, как правило, являются девочки и женщины. Со своими тайнами, секретами, со своими забавами, со своими играми. Это всегда очень интересно. И, в общем-то, это у нее, получается, целые такие опусы, целые собрания таких работ. Символизм – направление в живописи на рубеже 19-20 веков. Сейчас оно получило новый импульс. Наталья Юсюзева успешно работает в этом направлении. Оно жило сказкой, это искусство. Как говорил Борисов Мусата, когда меня страшит жизнь, ужас бытия, я стараюсь убежать в сказку на необитаемом острове. А порою мне кажется, что героиня Наталья Юсюзева напоминает мне неточку незваного. Они как бы из других эпох. И есть такая вот какая-то хрупкость в этом образе, потому что этот образ, он тоже стремится противостоять ужасам бытия нашего глобального урбанистического мира. 55 картин «Неореализма в Вавилоне». Выставка только начала работу и закроется в конце октября. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин